Итоги работы Управления Федеральной Налоговой Службы России по Московской области озвучила руководитель ведомства Екатерина Макарова. Так, за 2016 год подмосковными налоговыми органами в консолидированный бюджет России мобилизовано без малого 700 миллиардов рублей. Это на 76 миллиардов больше, чем в 2015. Екатерина Макарова отметила оживление в экономике региона и, как следствие, рост поступлений в бюджет без увеличения налоговой нагрузки на бизнес. В суммовом выражении наибольший прирост обеспечен по налогу на добавленную стоимость на 31 миллиард рублей или почти на 18%, по налогу на прибыль организации на 23 миллиарда рублей или на 20%, а также по налогу на доходы физических лиц на 14 миллиардов рублей или на 8%. Непосредственное руководство из Федеральной налоговой службы показателями подмосковных коллег осталось довольно, но посоветовало не расслабляться. Я понимаю, что цифры с одной стороны хорошие, с другой стороны, на мой взгляд, опять же, я начну, наверное, может быть, с вывода, если сравнивать ваш потенциал и цифры, то, на мой взгляд, очевидное несоответствие. После подведения итогов участники расширенного заседания обсудили основные задачи на 2017 год. Смогут ли представители Одинцовской налоговой службы их реализовать? Это и внедрение новой системы по работе с кассовыми аппаратами, это и штрихкодирование всего товара, ну, то есть очень много направлений было обозначено. Также был сделан акцент на развитии сервисной службы налоговых органов, чтобы действительно налоговые органы оказывали качественные госуслуги, которые необходимо оказывать. Я думаю, что все силы и возможности у нас есть, есть, конечно, и зоны риска, но я думаю, что стейп-бай-степ, шаг за шагом мы реализуем те задачи, которые перед нами ставятся. После расширенного заседания в области предстоит ряд более узких совещаний, которые приведут руководители местных налоговых служб. В Одинцовском районе такая рабочая встреча намечена на 15 марта. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.